Можно я уже буду говорить так, как пойдет? Ты там вообще за дверью постой и не мешай. Я говорю, что это кандекантар, но я не говорю, что я изобразила кровь. На самом деле, эта работа стоила мне практически жизни, здоровья, естественно. То есть для человека вот эта твоя работа, на фоне которой мы сидим, явно была очень таким большим триггером. Но я лично не знаю, как жить с болью такой вот. Я вот видел одну реакцию, но не буду прямо говорить, у кого, но я видел, что человек зашел, он не дошел до середины зала, он сказал, ой-ой-ой, развернулся и очень быстро вышел. То есть для человека вот эта твоя работа, на фоне которой мы сидим, явно была очень таким большим триггером. Вот. То есть ты вообще с какими реакциями сталкиваешься? Давай сначала про реакции, а потом, конечно, расскажи вообще в целом вот об этом проекте, потому что мы так вообще плавно вписались, как нож в масло, а надо же еще и вокруг все уговорить. Да, я тоже где-то читала, что кто-то пишет. Самый большой кайф, самая большая ценность прийти сюда и сесть на эту скамейку, которая находится, и помедитировать, смотря на работу. Вот. Нифига себе. Кто-то пишет так, и кто-то отвечает, туда, на эту работу, да я даже не смогу там минуту находиться. Находиться. Это интересно, да, и я об этом много думаю, но на самом деле, как вы видите, на этой работе нет никаких прямых триггеров кандекантара, нету сгоревшего акимата, нету трупов, нету там сгоревшей резиденции, там что, чего еще. Конкретен здесь только колорит, и все. И кровь. Нету крови, это просто колорит. Это просто выбранный колорит, или, как скажем, фильтр, который я выбрала сама. То есть я свой эскиз, да, я взяла эти стоковые фотографии, просто стоковые фотографии площади республики, города Алматы. Соли, ну что выбрала, то выбрала. То есть здесь уже деваться некуда, когда выбрала. Да, но я не говорю. Я говорю, что это кандекантар, но я не говорю, что я изобразила кровь. Я не знаю, что это. Ну, понимаешь, это ты не знаешь. А все же человек, который воспринимает, он же сам наделяет все смыслами. То есть для меня смыслы абсолютно конкретны. И для меня того, что здесь нет сгоревшего акимата, и трупы не лежат, для меня это, ну, скажем так, вторично. А вот то, что ты называешь фильтром, для меня абсолютно первично. Я эту работу иначе, как кровавой, я ее не воспринимаю. И вот, ну, это я, да? Да. Потому что ты же, как художник, работу сделала, да? И отойди в сторонку. Да, ты вот там вообще... Да и люди самим решают. Да, да, ты вот там вообще за дверью постой и не мешай, понимаешь? А вот со своими понимаешь тем, что ты только фильтры сделала. А вот, нет, ну, ты понимаешь, я утрирую. Но, тем не менее, да, действительно вот очень интересна разница восприятия. И то, что эта работа нифига не мирная и нифига не триггерная, я в это абсолютно не верю, потому что эта работа, она очень, конечно, вызывающая. Вот для меня эта работа абсолютно взывающая, вообще говоря, ну, то есть вопиющая эта работа для меня. Но, может быть, для кого-то нет. То есть ты же говоришь, люди вообще собираются медитировать. Бог мой, какие замечательные, чистые люди, которые могут медитировать. Вот теперь расскажи, пожалуйста, как, почему, для чего и о тех, потому что, получается, ты же не одна, да, то есть это целая команда с тобой, которая... И люди, которые вообще, говоря, тебе помогли все создать и организовать. Вот давай немножко про них. Ну, я не знаю, можно я уже буду говорить так, как пойдет? Да, ради бога. Я просто хочу сказать, что если говорить, ну, а почему, вообще как это все? То есть когда еще вот в январе, вот, я, чтобы справиться со всем этим чувством, которое, я думаю, это чувство, оно общее для нас, для всех, которое мы начали испытывать в начале января со всеми этими событиями, я стала мечтать о красном колорите, я стала думать о том, как делать. Ну, я лично не знаю, как жить с болью такой вот, которую я начала испытывать. И пытаясь с ней жить, я думала при этом, что я не могла вообще пошевелить руками, чтобы делать что-то творчески. Вот. Удивлялась с тех, кто может что-то творить. Я вообще ничего не могла. Потом интересно, что когда война в Украине началась, и первые вот беженцы из России появились, я встречаю ребят художников из Москвы, говорю, ну что, вы что-то планируете, что-то будете делать? Они говорят, нет, мы договорились вообще в нашем сообществе, что мы не работаем. Мы не будем работать, пока война не закончится. мы устраиваем... Такую забастовку они сделали, да? Мы не работаем, да. То есть, и мне так как-то... А, вот, оказывается, почему я не могу работать, потому что как-то вообще в этой ситуации как-то кажется это какой-то непонятной роскошью заниматься творчеством, когда такое происходит. Ну, а потом в апреле я поняла... Я начала... Я сделала эскиз, он у меня родился, этот эскиз. Вот эти стоковые фотографии, огромное количество этих фотографий площади, новой площади, площади республики Валманты. Вот. И я их просто так смотрела, смотрела, а потом в фотошопе стала выделять отдельно эту всю архитектуру и в цвет, и искать колорит, вот, красный, как работать, чтобы это... И отдельно небо отделять, и серым его делать, и как оно, с облаками, без... И вот нашла какое-то такое оптимальное решение. Вот. Ну, в принципе, мы уже о выставке в доме говорили еще давно. С тех пор, как я начала свою серию «Кандастарт Урал и Дастан», вот, про кандасов, про уралманов, вот, и я говорила о том, что мне бы хотел... Особенно, когда я увидела выставку Ербола Мельдебекова здесь, и поняла, что это просто лучше места не представить, чтобы сделать выставку в Алма-Ате. Вот. И вот, когда мы в апреле, в мае начали разговаривать с Владом, и уже с ребятами из дома, вот, с Владом Слуцким, с Владиславом Слуцким, и ребятами из дома, это Женя Сабитова, это Рустам Роберт, и Нафисат, и Даурен. Вот. И мы сидели, общались, Влад сказал, а я говорю, ну, я говорю, буду делать небо на Далматы? Вот. Говорю, ну, такую уж большую, как было небо на Достаной. Вот. Три на пять метров. И Влад тогда говорит, а почему три на пять метров? Давайте тогда уже сделаем во весь этот, на все пространство. Но что это означало для дома? Дом живет, да, они же сами арендуют помещение, да, то есть они сами, как бы, в качестве арендаторов. Это означало, что мне нужно выделить как минимум две-три недели на подготовку. Это значит, не должно быть здесь никаких мероприятий, чтобы я работала свою работу. А, и еще до этого они говорят, а мы говорили там с Гёте-институтом, там с разными людьми, там, чтобы кто-то нас поддержал, вот, ну, никто не может, и Гёте отказались. Говорю, да, интересно, странно. Я поговорю с ними, потому что Гёте мне давно просили поучаствовать в каком-нибудь их большом проекте, публичном таком. И я пошла просто напрямую в Гёте, вот, пришла и говорю, ребята, я вот хочу сделать небо над Алматой канды-кантар, и мне нужно, я вам сейчас скажу, какая смета, мне нужно вот то-то, 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 там, клей, пистолеты, а пакеты мне люди принесут. В общем, мне нужно там всего 200 тысяч тенге на это. Вот. они говорят, да, и еще, говорит, что будет, будет, будет много чего, давайте сделаем, чтобы выставка была такая, чтобы это было общественное событие в городе. И вот так получилось, что у нас получилась команда. Команда, состоящая из Евразийского культурного альянса в лице Владислава Слуцкого, дома, вот, с прекрасной командой. Каждый человек у них просто действительно потрясающий. и Гёте-институт. Вот. И вот вот так вот мы начали страдать и мучиться. Ты знаешь, я вот, если можно, я тебе тоже расскажу. Ты сейчас просто говорила, я вспомнил совершенно, вот, что со мной случилось, да, недавно. А со мной такая странная штука случилась. Я вот разговаривал со своим другом, вот, и он мне, и я ему говорю, а, слушай, я говорю, опять стал стихи писать. Я говорю, год стихи не писал, а теперь опять стал. А он мне говорит, стой, как ты год не писал? Ты же в январе написал целый цикл. Блин, это же потрясающе. Я до меня, а, да, а, ну да, но это же вот типа отдельно, и всё. Я совершенно четко понял, что я, то, что я написал в январе, да, я вытеснил полностью и забыл, напрочь. То есть я от этого освободился, я потом сделал там вот вечер, да, и это там записал на видео, там, и так далее, и так далее. И я так думаю, а я действительно, я же вот сейчас, а я чуть давно стихи не пишу, я вот писал год назад. Он говорит, стоп, ты не год назад писал, у тебя был январский цикл. я его просто вытеснил, забыл, вот заколотил, и понимаешь, А вот, а я знаешь, тебе скажу, почему? Потому что в данном случае тут такая вещь, мне кажется, так же, как с твоими стихами, я помню, какие они были попадучи, это просто вообще аж до мурашек на спине. Я думаю, что с твоими стихами произошло так же, как у меня с этой работой. Я считаю, что к ней неприемлемы никакие такие понятия. Вот то же самое, как ты для себя профессионально ты говоришь, что ты год не писал. То есть это к ним неприемлемы, это другой, другой... Другой способ деятельности, другая... Другие координаты, другая ситуация. И мы же... Я думаю, нам очень важно всем, кто пережил Кантар, да, пусть даже мы были, если мы были снаружи или внутри. Нам всем это важно осознать и обозначить. И это немножко другое. Это может быть... Не называется как обычным словом поэзия или там современное искусство. Творчество или еще что-то. Или творчество. Это другое. Это другое измерение, это другие какие-то штуки. И я просто так радуюсь. У меня сотни... Каждую секунду у меня пикает телефон постоянно. Каждую секунду кто-то опять зашел, посмотрел мою выставку и меня отметил в Инстаграме, там, в каких-то других соцсетях. И вот эта вот, эта контактность, это невероятно важно. То есть я делю это чувство. Мне очень важно это было разделить. Вот. Я считаю, что это самое важное вот в этом переживании. А в другом зале это уже, вот, уже можно назвать это искусство, это уже, это уже другое. Там уже энергия и продолжительность более длительная как бы по времени. Там уже такой разговор, да, идет? Да. А вот давай расскажи еще про другой зал и про то, насколько для тебя что в нем важно. Так, ну, вообще вот, на самом деле, вот в прошлом году, осенью, мы начали работать с Зариной Мукановой, это социальный антрополог, которая занимается, она провела год в общей сложности в одном ауле, где собрались хандастар, уралманы, в основном из Синьцзяни, Китая, из Синьцзяниского района, Китая или Монголии. Вот. Она изучала родственные связи через женщин. То есть, как она назвала, как бы такое у нее рабочее название этого, жетеана. То есть, есть жетеата, да, вот мы чижире, да, родословную, как бы, там, все казахи знают свою родословную до семи колен, через жетеата, да, да, через семь отцов, да, дедов. Но это же невозможно жить без женщин. То есть, они все были в результате того, что они были с женщинами, как бы, ты и появился на свет. И вот Зарина Муканова, она вот исследовала, как бы, вот эти вот родственную память через женщин. По женской линии. Ну, как сказать, ну, то есть, те, с кем она общалась, у кого она брала интервью, это в основном такие, да, она, да, то есть, это большие ажики, да, такие, у которых там по 12, по 15 детей, которые тоже, и вот у них там целая связь, и они вот выстраивают эту память, то есть, они знают, почему они приехали, они, думаете, приехали из-за того, что им правительство, государство сказало, можете приезжать. В основном потому, что они знают вот эту тонкую, сложную вот эту вот гребницу, систему родственных связей. Они приехали по своим родственным связям, вот, и они знают эту очень сложную, вот эту систему иерархическую, что, а вот это вот, это куда ей, ну, короче, вот эти все сложные, сложные эти соединения связи, которые позволяют как бы выстраивать социальные, ну, внутри родственные отношения, вот, и память, и получается такая какая-то история в данном смысле. То есть мы вот знаем официальную европейскую историю, вот как вот она в линейном способе, да, записывается, да, вот если говорить назад, то вот сейчас, да, это новейшая история, потом новая история, да, и так далее, и там дальше, вот. А есть же тоже разные способы и как бы записывания истории, не обязательно линейные, они могут быть. И вот, и она показывает, она рассказывает эту свою работу и показывает свои фотографии. И она год с ними жила. Да, она год с ними жила, общалась, как бы с ними, убрала у них интервью и фотографировала их, видео записывала. Я когда увидела эти фотографии, говорю, можно я с ними поработаю, можно я с ними сделаю работу? И она стала плакать, Зарина, она говорит, удивительно, говорит, но мне приснился сон, что вот эти все опашки, с которыми я работала, они говорят ей, иди, сходи к Сауле, может, она с нами поработает? Мне приснился такой сон. Но я, говорит, постеснялась, говорит, просить, подумала, как-то художнику навязывать чего-то, говорить. И вот, и получилось так в ответ. Я мечтала делать эпос из этих людей, потому что они все прекрасные, они все такие разные, их так много, и они вот такие вот, получается, горизонтальные. То, о чем я вот, как бы, вообще, что я вообще на самом деле проповедую, да, вот об этой вот горизонтальной такой связи между людьми, вот, без иерархии. Вот. Я думала, будет такой эпос бесконечный. Сколько сделаю, столько сделаю, буду год работать. И тут случился январь, и все это изменилось. Вот. Ну, в общем, короче, у меня там Кандастар, четыре работы. Угу. Вот. Есть Кудалар, который я тоже сделала из-за того, что талибы пришли к власти. Вот. И я нашла свою старую работу Кудалар, и решил ее повторить в пластике, в пакетах. Но я увидела, что левая там фигура абсолютно афганская женщина. Я просто видела демонстрацию афганских женщин после того, как талибы пришли к власти с требованием, говорит, мы имеем право носить свою национальную одежду. Не вот эту вот сетку на голову, а вот свою национальную одежду. Ну, то есть она тоже очень закрытая, но она своя. Вот. Свой фасон, свой цвет. И у меня вот там вот эта вот левая фигура, она абсолютно такая афганка. И у меня вот не уходило вот это вот ощущение, что когда я смотрела этих синьцзянцев, да, когда я смотрела этих афганцев, да, у меня было ощущение, что мы все одно культурное поле. У нас один код. Вот центральная Азия это вот, это Афганистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, в общем, короче, вот это все наше вот одно поле, да, мы в одном каком-то культурном коде находимся. Вот. А еще годом раньше, а, или в начале прошлого года я начала работу синьцзянская чистка. Ну, вот у меня там была такая идея. Первый раз стала работать на прозрачной пленке, и я думала о том, что вот то, что происходит вот с этими лагерями в Синьцзяне, что идет вот, вот, если так говорить, вот об идентичности и о какой-то общей идентичности людей, живущих вот в нашем центрально-азиатском регионе. Я специально взяла неких унифицированных трех женщин, они могут быть уйгурками, узбечками, казашками, и вот этот как-то некий обобщенный образ, как они одеваются. Также они одеваются и в Восточном Туркестане, в Синьцзяне, и в Кыргызстане, и там, в Оше, там, и в Душанбе, там, да, ну, Душанбе немножко другое. Ну, вот наш регион. И стало их просто, сначала лишило цвета наполовину, сделало черно-белыми, а потом полностью. И последний, третий лист, это когда они все прозрачные, это вообще пупырчатая пленка, такие прозрачные маечки из супермаркета. Вот. И вот это все, получается, все вместе стало вот Карапайм, Халык, вот простой народ. Это то вот, из чего, как бы, это, можно сказать, тело, плоть, нашей идентичности, вот, как бы, ну, не знаю, мясо, как бы, на, нашей идентичности, на нас. Вот. И уже, когда я готовилась, ждала, когда мне позволят здесь работать, я сделала трех келинок своих, но уже в красном колорите. Но тут еще такие отсылки у меня ко многому. Как сейчас до сих пор во всем мире, до сих пор люди выходят к российскому посольству, там девушки выходят измазанные красной краской. Вот. Так что мои келинки тоже вот вышли на такой демарш, можно сказать. Ну, просто, ну, и важно было разобраться с красным колоритом. Вот. Вот что-то меня понесло. Хорошо, все хорошо, хорошо, не переживай. Абсолютно все понятно. А вот потом уже у тебя еще там возник Мариуполь, да? Мариуполь, да, я вот пока думала. Просто, ну, тут еще уже в марте, в марте моему внуку делали операцию на сердце, мы лежали в больнице, и я себе решила договориться, что я в больнице не говорю ни с кем про Украину, ни про Ку-Украину, ни про Январь, я не 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 истончаю это поле, которое назначено для ТАО, а оно же вот так вот накапливалось, как это, как свинцовая туча, и когда мы вернулись, я уже знала, что я буду делать первым делом, и еще ТАО, как только очнулся после операции, он только глазки открыл, он сразу стал говорить, нет войне, нет войне, он вспомнил, как мы ходили на антивоенный митинг туда, за сырой арку, это он сразу первое, что он вспомнил, первое, что у меня есть видео, это потрясающе, он еще лежит весь в трубках со всеми этими дренажами, и вот эта работа, да, то есть Мариуполь, да, это первая работа, когда мы вернулись после операции, я вообще ее задумывала, как герника, я думала, она будет, она будет такая абстрактная, она будет только, опять же, я поняла, что вот это вот, все эти события, войны, вот этого ужаса, что было у нас в январе, я не могу никак визуально, любое визуальное заламывание рук будет слишком литературным, слишком в лоб, и вообще как бы это, и вообще все, что мне представлялось, только в цвете, только в колорите решать, и Мариуполь, я видела так, что это вот из черного квадрата вот выходят какие-то яркие, какие-то яркие акценты, вначале я думала, что это будет просто какафония вот таких вот каких-то линий, и только свет из этих, то есть как в подвале, в подвале уже освещение идет только сверху, да, то есть там вот эти, и вот только сверху этот свет от этих бомб, которые взрываются там на улице, то есть единственное освещение извне идет оттуда, я думала так, а потом я поняла, что эти люди, они же тоже, они озаряются светом айпадов, этих планшетов, телефонов, этот вообще для меня вот как бы выход, можно сказать, Мариуполь, это вот первое обозначение для меня, как бы, что произошло с нами в этом году. То есть ты об этом визуально не говорила до этого, до этой работы? Нет, нет, ничего. Ты, а что получаешь, вот когда ты получаешь сейчас разную обратную связь, то есть я понимаю, что ты получаешь энергию, да, но вот просто даже на уровне, вот что люди говорят? ну что люди говорят, что, я не знаю, специалисты говорят, что вообще кто говорит? То, что я получаю вот в качестве вот и в этом, в соцсетях, да, это вообще, это просто много очень такого, то есть людям сильно эмоционально это их трогает, и что вплоть до того, что я вижу очень много просто постов, постов. Люди берут и фотографируют все работы, потом просто выкладывают, и вот таких постов у меня уже пару десятков обнаружилось, то есть люди сами публикуют мои работы. Они как-то рефлексируют или они просто их распространяют? Я не знаю, то есть они меня отмечают, публикуют, но иногда, если это в сторис, то они просто с какими-то эмоциями, там, breast taken, там, это, там, это вот, взрыв мозга, там, еще что-то, то есть, да, или там они плачут, там говорят, что они плачут, вот, это вот такое, то есть очень эмоциональное, вот, ну, для меня это тоже очень здорово, когда человек берет и просто берет и решает сделать свой собственный каталог выставки, то есть, таким образом, он, то есть, ну, как вы знаете, да, вот в инстаграме, когда делаешь пост, ты же делаешь пост тогда, когда ты хочешь что-то оставить, а в сторис же кончается быстро, вот, так что, вот, вот, это потрясающе, конечно, и есть вот несколько текстов, которые уже люди написали, меня очень трогают, ну, то, что я успела поговорить с коллегами, у многих коллег, коллег есть критика, что излишне эмоционально, вот, а потом говорят, вот чисто, чисто композиционно говорят, а с какой точки это, да, откуда это, невозможно понять, откуда это вид на площадь республики, я понимаю, почему это вызывает странный диссонанс, особенно вот у профессионалов, потому что это же стена длинная, то есть вот у меня было несколько исходных фотографий площади республики, вид со стороны Акимата, да, вот, но, чтобы сделать на этот размер, я взяла, то есть это сильно удлиненная стена, четыре с половиной на одиннадцать метров, высота четыре с половиной и длина одиннадцать метров, чтобы это, я начала ломать и дробить эту архитектуру, то есть я ее делала, как бы, со вставками из других фотографий, я ломала и искривляла и вот эти здания, и вот эти здания. Это далеко не документальное пространство. Да, то есть я, наоборот, как бы, избегала вот этого состояния, какой-то такой вот точной узнаваемости. То есть тоже был вопрос одного архитектора, а я архитектора по образованию, и вот эти вот вопросы, как бы, были такие, вот, то есть чисто профессиональные. Почему нету подробностей построения, предположим, вот этих вот верхних шапок, а я говорю, здесь конкретен только колорит. Тут ничего, я даже этот монумент, вы уже знаете, там Алтан Адам на нем, да, это, но если вы будете на площади и посмотрите со стороны Акимата, посмотрите туда, вы не увидите там Алтан Адама, вы увидите только фалос, как на самом деле, если вы помните, как только этот монумент поставили, мы его называли фалосом Назарбаева. Ну вот, это когда было, лет 20 тому назад? Или 30? Вот, я это очень хорошо помню, но вот так в результате он у меня остался таким. вот, то есть именно с этого ракурса. А с другого, любого другого можно увидеть вот этого Алтан Адам на, там как-то там что-то. Ну, кстати, Алтан Адам сам по себе, у меня есть маленький кусочек там, он сам есть, то есть там на одном из пакетов был он изображен, я его специально туда приклеила, чтобы, если что, напомнить, что там есть. вот. Ну, вот ты говоришь, люди пишут, да, а они вкладывают туда больше, чем ты сказала, или меньше? Нет, я думаю, что вот это такое, на самом деле, это, эта работа, на самом деле, она стоила мне практически там жизни, здоровья, естественно, она очень, для меня она, на самом деле, очень большую часть души, и физически, я, кстати, а, я забыла сказать, что я к ней готовилась с апреля месяца, я стала качаться в тренажерном зале, я стала плавать в бассейне, я стала заниматься спортом каждый день, потому что иначе бы я не справилась, очень тяжелая физически работа, вот, и чтобы работать по, вот, 12 часов, да, на весу, держа, вот, это все, то есть там, для того, чтобы проклеить, предположим, кусок на вот таком, строго, вертикальном размере, ну, уходит там, у тебя часа два, просто проклеить, а потом ты отходишь, понимаешь, что он левый, он там не подходит, его надо срезать, сорвать, так что это очень, я, как бы, отдал, этой работе я отдала очень много себя, и в физическом плане, и в душевном, вот, и поэтому, когда я вижу такой эмоциональный отклик, я чувствую, как бы, да, ну, ответка пришла. Ха-ха-ха-ха-ха-ха!